Повышая градус интеграции и работу с надежными партнерами, Беларусь готовится официально стать 10-м представителем Шанхайской Организации Сотрудничества. Завтра в Астане стартует 24-е заседание Совета Глав Государств, членов ШОС с участием лидеров 16 государств. О глобальной международной организации и интересах нашей страны в материале Виктория Сенкевич. Виктория Сенкевич. Туркменистана, а также генерального секретаря ООН и представителей других международных организаций. До этого в полном составе страны-участницы встречались в 1922 году. Тогда официально и стартовала процедура приема Беларуси в члены Шанхайской Организации Сотрудничества. Организация не является военно-политическим блоком, но, отвечая на вызовы современности, весомо влияет на мировой порядок. Нам нужно ее мощное плечо, а Беларусь нужна шанхайской семье. Как вы уже успели убедиться, взаимодействие и сближение Беларуси с ШОС неразрывно связано с формированием архитектуры безопасности и сотрудничеством всего евразийского континента. Благодаря своему политическому влиянию, экономической силе и внутренней прочности, наша организация вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принцип неделимой безопасности и многообразия путей прогрессивного развития. Мы готовы предложить партнерам и свой промышленный, научный, транзитный потенциал и накопленный опыт миротворческой деятельности, а также многосторонней дипломатии. Беларусь последовательно прошла все этапы становления в ШОС. Сначала в статусе партнера по диалогу, затем в статусе наблюдателя и, наконец, завершает процедуру оформления полноправного членства. Мы стремимся активно проявлять себя во всех измерениях работы организации – политико-дипломатическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном. Беларусь – еще и пример того, что незападные модели интеграции могут быть эффективными и привлекательными. Своим участием мы наглядно демонстрируем возможность мощной альтернативы. Западно-центричные организации, ОБСЕ, они дискредитировали себя. Никакие проблемы безопасности они не решают, наоборот, больше создают. ШОС – это все-таки механизм, который позволит, на мой взгляд, в Евразии без участия третьих сторон решать конфликты и проблемы. Ну, а для самой ШОС Беларусь – это, конечно, вот такой крайне западный форпост. Это пример всем тем европейским государствам, а там их немало, мы знаем, и в Венгрии особая позиция, все-таки не замыкаться в своем лагере, смотреть на восток, развивать отношения с востоком. И Беларусь может быть для них примером, хабом, воротами, мостом вот в этот коллективный восток. Я человек не один год в политике, и я очень внимательно наблюдал, как после образования Шанхайской Организации Сотрудничества боролась за свое лидерство регионального лидера. Сейчас и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился, все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации. Шанхайская Организация Сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас – не упустить этот момент. Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую шоссовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества. Об этом лидер Китая написал в своей статье в преддверии визита в Казахстан. Штаб-квартира Шанхайской Организации Сотрудничества в Пекине. Китай председательствует в организации, и Беларусь обретает в ней свой полноправный голос. Саммит в Астане для Минска – разговор политических единомышленников. Исторический момент. Хотя Беларусь уже стала европейской площадкой для укрепления региональной безопасности и формирования региональной антитеррористической структуры. На конец октября, начало ноября, в Минске запланировано проведение второй международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности. Виктория Сенкевич, Елизавета Казакова, Евгений Белоусов, Артем Селянин, АТН.